Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но счастье длилось лишь до окончания срока На свободе семейная жизнь превратилась в ад Истец Елена Павледис предъявляет иск о расторжении брака с ответчиком Ответчик Георгий Павледис с иском не согласен и считает, что семью нужно сохранить Слушается дело по иску о расторжении брака Истец Павледис Елена Андреевна, ответчик Павледис Георгий Константинович Истец, пожалуйста, слушаю вас Ваша честь, я прошу суд удовлетворить мой иск о расторжении брака с моим мужем Может быть я чего-то не понимаю в жизни небольших городков у моря Но это уже переходит все границы, я уже больше так жить не могу Сама я москвичка Муж мой, он из Геленджика Мы поженились, соответственно, в Москве И после брака уже переехали в Геленджик После у нас родилась дочь И когда она чуть-чуть подросла, муж начал ее возить на дачу Ну, вроде бы все хорошо, пальмы, море На дачу куда? На дачу куда стал возить? Вот в том-то и дело, что он начал возить на дачу не на свою А на дачу подруге мамы, как тогда он мне объяснил Женщина, конечно, она замечательная И к нам хорошо относится, и к дочери, к нашей Но все меня как-то это очень сильно настораживало Ну как так, чужой человек и так хорошо относится, ну такого просто не бывает А вас туда не приглашали в гости к подруге маме? Как-то раз я, да, я пошла туда помочь убраться в этом доме И наткнулась на фотографию Вот, пожалуйста, свадебная фотография Где непосредственно мой муж с дочерью этой самой женщины Довольно себе, чего нам не хватало брать с тобой? Помолчи, пожалуйста Я могу показать вам фотографию Вот, пожалуйста, вот эту фотографию я нашла в этом доме Оказывается, что это не просто подруга его матери была А это была и есть бывшая теща моего мужа Ну что здесь такого спрашивается? Ну и ничего здесь такого, да Затем у меня закрались сомнения Может быть, вторая теща тоже где-то рядом Поблизости здесь находится Что значит вторая теща? Я даже не серьезно Ну потому что, насколько мне известно Мой муж был женат дважды до меня Может быть, конечно, это вранье И он трижды был женат, я не знаю Но насколько мне известно, дважды И у меня закрались сомнения Может быть, вторая теща тоже где-то поблизости И вы знаете, я не ошибаюсь Вы фотографии-то уберите, что вы все люди эти смотрят на меня. Ну, да. Вы знаете, у нас есть соседка, которая очень часто к нам заходит. Она постоянно то, компьютер у нее сломался, починить надо. Это тоже, получается, вторая теща моего мужа. То есть он собрал вокруг себя всех своих родственников, всех своих бывших, а я, получается, как запасной аэродром. Если с ними не получится, он назад уйдет к ним или что? Подождите, получается, что ваш муж общается с бывшими тещами, у него хорошие отношения с ними. Почему вы думаете, что это угрожает вашему браку? Потому что с ними жить уже невозможно. Они постоянно вмешиваются в нашу жизнь, постоянно лезут не в свои дела. Такое чувство, что я не мать, а не пойми кто. Как девочку одевать надо, какие косички им плести надо, какую сумочку или колготки какого цвета им купить. Уже просто доходит до абсурда. Они буквально живут у нас. Нет, я, конечно, все понимаю. Может быть, люди и добрые, и все замечательно, но это уже перебор. Он с ними жил. Это его бывшие тещи. Я поняла вас. Мне неприятно. Передачу, пожалуйста, документы. Это свидетельство о браке и рождении детей, да? Да. А, фотографию. Ну, фотографию заберите. Я все равно этих людей не знаю. Я уже зато знаю, как они выглядят. Так, слушаю вас, ответчик. Иск признаете? Ваша честь, с разводом я не согласен. Лене, конечно, может быть, как жительница большого мегаполиса не понять это, но все же это не меняет никакого дела. Не понять что? Что вы общаетесь с бывшими тещами? Да, но это обычные человеческие отношения. Ну да, давайте я тебя своих бывших свекрови не приняю. А у вас есть общие дети от предыдущих браков? Да, есть дочка от одной жены. И мы в очень хороших отношениях. Во-первых, моя первая теща как таковой в первую очередь не является. Она в первую очередь является подругой, близкой подругой моей матери покойной. Какой подругой матери уже давно нет? Подождите, истец, мы же вас выслушали. Давайте послушаем ответчика. И когда моей матери 20 лет назад стало совсем плохо, она не заставила себя ждать. Она сразу предложила свою помощь. Когда она узнала, что отец с матерью, они больше половины денег потратили на лечение и заложили квартиру, она сразу предложила заложить свою квартиру, не думая о последствиях. Истец, а вы знали, что имеется ребенок от первого брака у вашего мужа? А какие отношения? Бывает ребенок в вашем доме? Нет, в нашем общем я его не разумею. А ваш муж общается с ребенком от первого брака? Ну, насколько мне известно, да. Вы не возражаете? Нет. Ну, правильно ли я понимаю, что одна из этих женщин, то есть бывшая теща, она еще и бабушка ребенка? Ну да, получается, да. Но просто, понимаете, он мне врал постоянно. Он говорил, что это люди, просто его соседи. Просто из-за того, что они давно живут в этом городе, друг друга знают. Это так и есть. А вторая моя теща тоже является, как бы, не в первую очередь, не тещей, а она была моим классным руководителем в школе. Вы не пробовали как-то немножко дистанцироваться? Я пробовал. Вот эти женщины, ваши родственники, которые не являются родственниками вашей теперешней жены, если суд даст вам срок на примирение, как вы будете сохранять семью? Что вы будете делать? Ну, я, скорее всего, в первую очередь постараюсь поговорить с моими тещами. О чем? Ну, как бы постараться исправить ситуацию, чтобы они поговорили с Леной. Каким образом вы поговорите с ними? А вы не можете сделать так, чтобы они просто не бывали в вашем доме и встречаться с ними где-то в другом месте, чтобы не раздражать вашу супругу? Но это будет очень сложно сделать, ваша честь. Почему вам это в голову не приходит? Почему это сложно сделать? Ну, это же как-то не по-человечески по отношению к ним. По отношению к ним может быть, а по отношению к вашей жене. А ко мне по отношению? Но семью же можно сохранить и по-другому. Вот эту вашу большую семью с бывшими тещами и с бывшими женами. Это просто у нее характер такой, она это не понимает. Ну, а на самом деле здесь ничего зазорного нет. Хорошо. По делу заявлены свидетели. Пожалуйста, со стороны ответчика, как я понимаю, да? Да, я прошу пригласить мою тещу. Пожалуйста, пригласите свидетелей со стороны ответчика. Свидетели ответчика, войдите. Проходите, пожалуйста, вот сюда за трибунку. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Козинская Элеонора Филипповна. Я лучшая подруга его покойной матери Георгия. И дочь моя совершенно для Леночки не опасна. А что ж вы не говорите суду, что вы теща? Ну, бывшая же теща. Я прежде всего подруга, которая видела, как выходила замуж его мама, как родился Георгий. Мы растили детей вместе. И у нас были очень теплые отношения. И потом ваши дети поженились, да? Потом поженились, потому что так сложились обстоятельства, что я потеряла свою квартиру, пытаясь спасти свою подругу. И отец Георгия отдал нам свою дачу для того, чтобы мы там жили. Но они тоже потеряли свою жизнь. То есть, фактически, это дом, где вы выросли, да? И в результате три года, как в общежитии, жили на этой даче. И дача эта принадлежит мне лишь потому, что его отец переписал на меня. А на самом деле это же дача Георгия. И привозит туда ребенка. Поняла вас. Я с радостью с ним общаюсь. Поняла вас, свидетель. Пожалуйста, пригласите второго свидетеля. Свидетель Ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Я Кургинян Софья Андреевна. Вы знаете, как он любил мою дочку. Они учились в параллельных классах. Все знают, как он ее любил. Все видели. Я видела, как он мучился. Ну, что я могла поделать? Вы зачем об этом сейчас рассказываете? Суду и жене. Она просто хочет и сейчас, чтобы ее дочь, простите, была сборщикой. Нет, я хочу показать, насколько это светлый человек. И насколько... Вот вы послушайте. Когда они закончили школу, у моей дочери случился роман. Ну, любовь, так сказать. И результат этой любви скоро стал виден. Ну, я знаю, что в браке родился ребенок. Нет, нет, нет. Виновник этого дела в кусты. А мой муж, он такой был строгий относительно семейных ценностей. Вы не представляете, чем могло бы все это закончиться, если бы не Гоша. Гоша все взял на себя. И вот в результате мы сыграли свадьбу. То есть тот ребенок, который имеется у вашей дочери, он рожден в браке с ответчиком, но вы не являетесь его биологическим отцом. Нет, вот именно, да. Вы его просто признали. Вы до сих пор хотите, чтобы Гоша вернулся к вашей дочери? Я была бы неправда. Конечно, это все замечательно, но к делу не относится. Потому что в данный момент предъявлен иск о расторжении брака истца и ответчика. И истец утверждает, что именно вы, уважаемые свидетели, являетесь причиной развода. Если она не хочет, почему он должен беспризорным быть? А, то есть, если суд примет решение о расторжении брака, то вы вместе с вашей дочерью примете его обратно. И после этого эти люди будут ответить, что они не мешают нашему браку. Нет, а я против. Почему он должен вернуться к паре, когда я не знаю? Вы знаете, уважаемые... Не с замужем, и рада была бы снова вернуться к Георгию. Я не собираюсь возвращаться, я хочу сохранить мою спешку. Гошенька, она не хочет быть с тобой. Она не хочет с тобой быть, как твоя теща. Гошенька, ну ты помнишь, какие у тебя были чувства к Марочке? Неужели все закончилось? Ответчик, вы прямо на расхват. Ну, видите, ответчик-то не хочет к вашим дочерям возвращаться, а хочет семью сохранить. Поэтому, ответчик, у меня к вам вопрос еще один. Вот сейчас подумайте. Вы же просите срок на примирение. И вот скажите, пожалуйста, как вы при таких обстоятельствах собираетесь сохранить семью? Я постараюсь, конечно же, как можно меньше общаться вот с моими обеими тещами, дабы сохранить мою семью, дабы тоже не обижаться. Пусть они не обижаются, это все делается во благо моей теперешней семьи. Ваша честь, я устала, я хочу, чтобы наш брак был расторгнут. Я не ловалась их больше. Я не верю, что они вот просто так отстанут, и мы сможем нормально жить. При всем моем уважении, конечно, я просто больше не могу терпеть. Я не верю в то, что что-то может измениться. Ну, бывших Леночка, бывших тещ не бывает. Вы слышите, что они говорят? Слышу, слышу. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Вот этого Алексея, папашка так называемого, его в тюрьму посадили. Его оправдают, мы надеемся. Надеемся. А если не оправдают, по какой причине? Вы будете на уголовном сделаны. Вам известно? Бабушка или тетя? С кем будет лучше сироте? Разобраться в этом задача непростая. Особенно, если одна из них врет, говоря о любви к осиротевшему ребенку. Любовь – это вечная, это такая вещь, я вам говорю. Вестец. Это бред. Женщина освободилась из тюрьмы и решила начать новую жизнь – стать актрисой. Но для начала нужно развестись неоднократно судимым мужем, чтобы ничто не напоминало о прошлом. А вот это совсем непросто. Суд принял решение слушание дела о расторжении брака отложить, назначить супругам срок для примирения в течение трех месяцев. Суд откладывает слушание дела и предоставляет данный срок в связи с тем, что ответчик на расторжение брака не согласен. Если супруги не помирятся, и истица по-прежнему будет в течение трех месяцев, если вы не помиритесь, не найдете возможности сохранить семью, то тогда через три месяца, безусловно, брак будет расторгнуть. Дело отложено. Прошу всех встать. Прошу всех встать. Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир». Слушается дело. Здесь кипят вот такие страсти. Я тебя убью сама. Я даже видеть вас не могу. Ты не от сюда, твари. Меня толкает вам всего. Ира, кого ты слушаешь, Ира? Здесь открываются самые страшные тайны. А то, что ты с папой своим спишь, об этом будем заявлять? В первую брачную ночь, господи, как это? В первую брачную ночь он меня изнасиловал, когда мне было 16 лет. Я не хочу об этом вспоминать. Здесь мужчины плачут, как дети. Когда ребенка теряешь, что делать и кому потом обращаться? Они помогут. Да им плевать. Дела семейные. У каждого своя правда. Но закон один для всех. Истец Инга Гольдина требует отменить решение, которым отказано в отстранении бабушки от выполнения обязанностей опекуна. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, считает, что это будет не в интересах ребенка. Слушается дело по иску с требованием об отмене решения органа опеки и попечительства, которым отказано в отстранении бабушки опекуна от выполнения обязанности опекуна и в назначении истца опекуном племянника. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, заинтересованное лицо Кашина Ольга Валерьевна. Истец, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Я хочу, чтобы удовлетворили мой иск. Я и только я хочу воспитывать своего племянника Дениса. Он сын моей родной сестры Оли. Мы жили с ней вместе, понимаете, вместе. У нас общая квартира. Нам она досталась от родителей. Мы в равных долях с ней. Когда родился Денис, а родился он... Даже вспоминать об этом не хочется. Вы понимаете, вот этот вот сын ее, Алексей, он просто... Сын кого? Вот этой вот гражданки. В общем, заинтересованного лица. Да, он преследовал сестру мою. То есть отец ребенка, правильно? Отец ребенка, да. Он ее просто преследовал и, можно сказать, взял ее силой. Понимаете, он... Они состояли в браке? Нет, они в браке не состояли, потому что он был женат. А моя сестра, она порядочная девушка. Она не могла просто встречаться с женатым человеком. И когда взял силы он ее, она... Ну, так получилось, да, она родила ребенка. И она ему об этом не сказала. И на алименты она, между прочим, не подавала. Да, вы знаете, почему... Но он признал ребенка? Он... Ну, как признал? Конечно, признал. Но 7 месяцев назад так случилось, что Оля, она... Ну, она умерла. Понимаете? И Дениска со мной остался. И я его воспитываю. И я его хочу воспитывать. Я хочу, чтобы он стал моим сыном. И я хочу оформить опекунство. Он сейчас проживает с вами? Нет. Сейчас так получилось, что... Он с нами. Отец так называемый. Он просто пришел и силой забрал мальчика. А вы знаете, что он даже... Он и его семья, они даже не сказали Денису, что умерла его мама. Правильно. А сколько лет мальчиков? 6 лет. Но здесь речь идет об отмене решения именно о том, что бабушка является опекуном. А вы знаете, почему? Поясните, пожалуйста, этот... Нет, не знаю. Вы же мне еще не рассказали. А потому что вот этого Алексея, папашку так называемого, его в тюрьму посадили. Это неправильно. То есть он сейчас что, отбывает наказание или он в СИЗО? Нет, он сейчас в СИЗО, но я уверена, он в изоляторе. Что? В следствие идет? В следствие идет, да. Идет следствие по делу. Его оправдают, мы надеемся. Надеемся. А вам известно, по какой причине возбуждено уголовное дело? Вам известно? Взятничество. Скажите, на протяжении какого времени ребенок проживает в семье отца? Ну, забрал его совсем недавно, после смерти. Семь месяцев. Больше полугода. Вы общаетесь с ребенком? Вам дают возможность общаться? Нет, нет. Нет, они даже... Не общаются? Нет. А я звоню... А по какой причине? Они говорят, что я никто. Да и звонит она, и не интересуется, никогда не звонила. Они говорят, что Денис даже про меня не... Ну, как он может про меня не спрашивать, если я ему как мама? Ну, как? Если я с рождения, я ему пеленки... Ну, прошу, истец. Ну, неправда. Передайте, пожалуйста, какие документы у вас имеются? У меня есть свидетельство о смерти, Оля, и отказ. Отказ? Да. Отказ органов опеки и попечительства о назначении вас опекуном и отмене предыдущего решения. Правильно я вас поняла? Да, да, и правильно. Так, пожалуйста. Правильно? Представитель органов опеки и попечительства, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Значит, нами было произведено обследование состояния жилья бабушки. Так как они являются прямыми родственниками, это родные, бабушка и дедушка. Вот. Отец, конечно, находится в СИЗО, но я считаю, что пока вина не доказана, человек не может считаться виновным. Значит, поскольку отец не лишен был родительских прав, и находится он в СИЗО, он пока не осужден. Он не считается виновным, пока вина не доказана. Даже если он будет считаться виновным, это не является основанием для лишения его родительских прав. Вам это должно быть известно. Органы опеки обследовали жилище. Очень хороший дом, собственный дом с отоплением, с проведенным газом. У него там своя комната. То есть хорошие условия для проживания. Скажите, пожалуйста, вы обследовали жилищные условия ИСЦА? Двухкомнатная квартира 44 метра. Обследовали. Абсолютно стандартная, да. Ну, вот смотрите, истец утверждает, что мальчик с рождения жил с ней. У нее. То есть там была привычная для него обстановка. Так я понимаю. Вы исследовали этот вопрос? Вы знаете, мы исследовали. Не является ли передача ребенка отцу и бабушке травной? Вы знаете, нет. Нет, не исследовали или нет, не является? Не является, потому что мы общались с ребенком, который сейчас живет с дедушкой, с бабушкой. То есть вы ребенка опрашивали, да? Конечно. И он довольный, веселый, счастливый. Он не знает, что мама умерла. Бабушка с дедушкой пока не хотят его травмировать. И переезд туда будет для него травмой все-таки. И пока вот это как-то скрывается, чтобы как-то помягче это все преподнести. Но он с бабушкой, с дедушкой очень хорошо общается. Они его летом несколько раз забирали. Когда ему уже было три годика, четыре, пять. То есть он знаком был с родственниками, и они тоже ему близкие люди, правильно я вас понимаю? Очень тяжелые отношения были внутри, семейные с отцом, потому что он был в браке, жена не давала развод. Строила всяческие препоны, хотя он давно настаивал на разводе. И он оплатил лечение, где-то вот есть миллион двести он потратил, но, к сожалению, ничего не помогло это все. Понимаете, поэтому человек стремился к этому. Он на себя этого ребенка записал, и он хочет его воспитывать. И мы будем воспитывать. И стремиться к этому. Дедушка, ну смотрите, ситуация какая. Истец утверждает, что... Подождите, истец, пожалуйста. Истец утверждает, что отец не участвовал в жизни ребенка до смерти матери. Это чисто субъективно, ваша честь. Это чисто субъективно. Здесь два диаметрально противоважных мнения. То есть истец говорит за одно, а ответчик другое. Так я-то лучше знаю, я по факту знаю. По факту. Она говорит, что так по факту. Так и было, потому что... Ответчик говорит, что так по факту. Хорошо, вы возражаете против истеца. Мы возражаем. И считаете, что в интересах ребенка... Да, и дедушка, и бабушка, и папа. Это все-таки больше, чем тетя. Мнение органов опеки, предпочтительства именно такое. Ответчик, я вас слушаю. Ваша честь. Я должна сказать, что, во-первых, то, что она сказала, забрал ребенка, увез силой. Он отец, он забрал своего сына, законного сына. Он бы узаконил брак с твоей сестрой, хотя ее глаза не видел. А почему он не узаконил брак? Почему он не женился на матери ребенка? Понимаете, когда мальчик родился, он находился в состоянии развода. Жена предыдущая не давала ему развода. Это длилось достаточно долго. Ну хорошо развелся. Почему потом не женился? Дело в том, что она заболела. Заболела. Он бы вот, это буквально все одновременно случилось, потому что он отплатил ее лечение. Вот, я говорю, документы здесь. То есть он помогал ей во время болезни. И потом, и раньше помогал. А вы знали о том, что у вашего сына, пока он был женат, отношения с другой женщиной, что родился ребенок. Вам было это известно? Да, это было известно. Он ей алименты не платил, она не подавала, но он сам ей деньги отправлял. Я ему еще говорила, собираю квитанции. Скажите, у вашего сына есть дети от предыдущего брака? Нет, нет. То есть это единственный ребенок? Он у нас единственный сын, это единственный внук. И поверьте, мы сделаем все, чтобы он был в достатке. Ну, скажите, прозвучало, что вы не даете возможности и сообщаться с ребенком. Ну, это неправда. Просто она настроилась так. И все началось с чего? Она от... Почему мальчик попал к нам? Когда сестра заболела, она оборвала телефон и прекрасно нам дозванивалась. Никому покоя не давала, всех терроризировала. Буквально своими звонками. А чем терроризировала? Ты терроризировала. А в один раз я позвонила? Да не один раз это было. Это было не один раз. Она требовала, чтобы племянника забрали, пока сестра в больнице. Мол, ей... Ну, в чем же террор? У нее свои дела. У нее сестра больная на руках, ребенок, работа. В чем террор-то? Обратилась к родственникам? Мы его и забрали. Такая... А что сейчас изменится? У нее что, личная жизнь? Ну, я же ее навсегда попросила его забрать на время. На то время. А сейчас вы хотите отобрать у меня моего ребенка, можно сказать. Ваша честь, все началось с того момента, когда возник материальный вопрос. Мы начали восстанавливать наследство. Конечно. Мы начали восстанавливать наследство. Упущенное время по наследству. Семь месяцев назад умерла. А, вы не успели обратиться в положенный срок шестимесячных в интересах ребенка. Да. Мы скрываем от него, что матери нет. Но он же не сам пойдет в нотариальную контору. Что значит, вы скрывали? Он несовершеннолетний. У него есть законный представитель, отец, который должен действовать в его интересах. Вы понимаете, вот наложились все события, его подставили, он попал под следствие. Сейчас мы решаем вопрос. Но вы решили вопрос с доверенностью от вашего сына? Да. Да, доверенность будет, Татьяна Александровна, подтверждена. И что, теперь вы пошли в нотариальную контору или вам отказали, вы срок восстанавливаете? Мы срок восстанавливаете. Хорошо, после смерти матери какое наследство осталось? Половина квартиры. Половина квартиры? Да, родительская. И мы в ней не заинтересованы. Сын достаточно обеспеченный. И мы обеспечены всем. Что значит, вы не заинтересованы? Наследник мальчик? Наследник мальчик, да. То есть, для меня она... Ну, вы в интересах ребенка же в любом случае должны все оборваться. Это только для ребенка. Конечно. И в любом случае она за ним должна остаться всего лишь. Но я в этом... Поймите, корости здесь нет. С нашей стороны. Вот. А кто владелец второй половины квартиры? Вот. Я. Сестра, да. Истец. Ну да, вы говорили, что у вас с сестрой подолем квартиру. Правда, доля, да. Родительская квартира, которая доставит наследство. Ну и что вы хотите этим сказать-то? Что у нее материально заинтересованы? У нее, да. Она не столько в мальчишке заинтересована, сколько в том, чтобы наследство ей досталось. А как ей достанется наследство, если доля будет оформлена на мальчика? Кто еще заинтересован материально, так это вот. У меня даже в мыслях не было такого. Я хочу, чтобы Денис жил и воспитывался так же у меня, как он жил 6 лет со мной, да, можно сказать. Вы понимаете, я просто поняла. Вы. Понятно. Для вас открытие сейчас. Да, для меня. Это просто, значит, ваш этот уголовничек. Ему просто неудобно сделать. Ну, надо. Давайте уже все-таки как-то корректно. Ну, что вы можете... Алексей ваш, да. Ему просто из Воронежа. У него просто бизнес у нас в Тамбове, да. И ему просто из Воронежа, ну, как бы не совсем удобно ездить, поскольку у него там все дела. Он просто хочет сам, что ли, там жить? Я не пойму. Ну, вы же сами говорите. Ну, послушайте, об этом вообще сейчас речи не идет. Я вообще, пожалуйста, органы опеки, передайте мне ваши заключения. Будьте любезны. Пакт отследования и заключение органов опеки, пожалуйста. И... С добра. Да, и... И где же он будет жить? В вашем доме? С туалетом на улице, да? Дениска, 6-летний. Так, у меня вопрос к ответчику. Скажите, у вашего сына есть намерение проживать в квартире ИСА? Нет, он достаточно обеспечен, при необходимости он может сам из жилья снять и даже приобрести. Вот, но я заинтересована только в том, чтобы... Тут удаляется для воносения решение. Прошу всех встать. Далее в программе. Любовь – это... это... Вечная, это... Это такая вещь, я вам говорю, что... Истец! Это бред. Женщина вышла замуж, пока отбывала наказание. И жизнь стала гораздо интереснее. Свидание для души и тела. Но счастье длилось лишь до окончания срока. На свободе семейная жизнь превратилась в ад. Углашается решение суда. Иск об отмене решения органа опеки и попечительства, которым отказано в отстранении бабушки опекуна от выполнения обязанности опекуна и в назначении истицы опекуном, оставит без удовлетворения. Суд не может отменить решение органов опеки и попечительства по нескольким причинам. Во-первых, в судебном заседании установлено, что опекун, а именно бабушка, ребенка надлежащий исполняет свои обязанности. У ребенка хорошие условия проживания. Он привязан к бабушке-дедушке. И также, естественно, мы не можем забывать о том, что все-таки есть родной отец, хотя сейчас он в неприятной ситуации, но мы не знаем, как дело решить. Поэтому в данном случае суд выносит именно такое решение. В то же время я разъясняю вам, истец, что так как вы являетесь близким родственником, вы имеете право общаться с ребенком. И если вам будут препятствовать в общении с ребенком, вы имеете право обратиться в суд с иском об определении порядка общения с вашим племянником. Дело закрыто. Прижим. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Когда я воспитывала Дениса, и когда умерла моя сестра, я и подумать не могла, что нам придется с ним расстаться. Я поняла, что у моего внука есть замечательная тетя, которая, он не безразличен. Когда сын вернется, я думаю, у нас все наладится, и его дело решится по справедливости, и у Дениски будет нормальная, хорошая семья. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сложители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Дела семейные» бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что, что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир». Истец Юлия Гарбузова предъявляет иск о расторжении брака. Ответчик Егор Гарбузов на развод не согласен, предъявляет иск о разделе имущества. Слушается дело по иску о расторжении брака. Истец Гарбузова Юлия Владимировна, ответчик Гарбузов Егор Васильевич, также предъявлен встречный иск о разделе совместно нажитого имущества. Истец, я вас слушаю. Яга Гарбузова Юлия Владимировна, 90-го года рождения. В молодости пила, воровала, чудила. Первая условка была 158-я статья, это кража. Вторую статью, 114-я, заработала в драке, по неосторожности ударила человека и причинила тем временем тяжелый вред здоровью. Посадили меня в тюрьму. Ну и в тюрьме люди живут, есть жизнь. В тюрьме я начала перевоспитываться, начала петь, в вокальном, в театральном выступать. С Егором мы были знакомы еще до моей судимости. Он ко мне приходил на зону, приносил передачки, писал письма. И потом мы решили с ним заключить брак. Где решили заключить брак? На зоне, пока я сидела. Есть много привилегий в этом. То, что дают послабление режима, выделяют отдельную комнату, где можно отдохнуть душой и телом. Ну так вот мы и заключили с ним брак. То есть вы вышли замуж за ответчика, чтобы отдыхать душой и телом? Ну да, чтобы какие-то послабления были на зоне. А ответчик-то в курсе был ваших намерений? Нет. А теперь вы решили брак расторгнуть? Развестись, да. А почему? Ну сейчас мне Егор не нужен. Как бы, что было на зоне, то как бы все прошло. Егор теперь не нужен. Понятно. Слушаем вас, ответчик. Ваша честь, ну не слушайте ее. Посмотрите, мы созданы друг для друга. У нас прекрасная семья. Более того, я ее люблю. А где вы живете, прекрасная семья? Нет, ну... Мы вместе не состоим в браке. Но мы состоим в браке, мы не живем вместе под одной крышей. Ваша честь. Ну это только потому, что она на зону, я с зоной. Ну вот это вот... Что значит, она на зону, вы с зоной? Ну, 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 был у нас такой период. Ну, все равно я ее всегда подогревал. Все у нее было на мази, нормально. Она нигде не бедствовала. Но тут самое главное, что... Вот она уже полгода, да, на свободе. Ну вот что, она кому нужна, вот по большому счету, кроме меня? Она вот мое. Вот моя половинка, понимаете? А ты не мое. Я не хочу с тобой жить. Это ей так кажется. Ну, почему он не ваша половинка? Ну, посмотрите. У меня есть другой человек. А, у вас есть другой человек. Да. О! Ну, это она хмыря там какого-то нашла, но это она так, это чтобы я ревновал, понимаете? Я замуж выходила за него с тем условием, что он не будет больше воровать, что он станет на путь истинный, что он исправится. Нет, он опять за свое. Я исправился? Я все отрубил, как положено? Тоже от звонка до звонка? И я говорю, я честно, нормально, порядочно работаю. Вот я теперь в автосервисе, видите, вот этими руками. Ну, хорошо. А как вы собираетесь... Так, истец, поняла вас. С трудом, но поняла. Как вы собираетесь, ответчик, сохранять семью? Если вы даже не живете вместе. И истец категорически против того, чтобы вы жили одной семьей. Вот, собственно говоря, ваша честь. Поэтому я и хочу, чтобы у нас было время на примирение. с ней, вот. И вот у нас моментик такой тут есть. Понимаете, я ведь пока сидел, я тоже не лох какой-то, да? Я законы знаю, изучил. Вот видите, вот по семейному кодексу нам полагается, что у нас, во-первых, все имущество нажитое, да? Вы еще и имущество нажили? Ну, конечно, мы квартиру-то купили. А, да. Вами заявлен встречный иск о разделе совместно нажитого имущества. Да, да. Вот теперь давайте остановимся на вашем встречном иске. Какое имущество заявлено к разделу? Квартира. Два года назад, по доверенности, вот, от меня по доверенности, ее мать купила ей квартиру, вот, в том числе и на мои средства. Я, ваша честь, матери дал денег ее, и квартира куплена на мои средства, в общем-то. Ваша честь, это бред. Я через корешей на свободе передал деньги, вот. Все, вот у меня, пожалуйста, В это время вы отбывали наказание, правильно? Вы отбывали наказание. Да. В местах лишения свободы. Да. Дали доверенность. Дали доверенность своему другу, другу, да, чтобы он передал деньги. Деньги где лежали? Вот. А деньги у меня лежали на счету. В банке на счету. Вот, в банке на счету. Вот имеется документ. Передайте, пожалуйста, документы. Так, денежные средства были сняты. А, переведены, просто переведены с вашего счета на счет Да, матери. Матери и стца. Правильно? Да. Вот, и все. И они купили квартиру. Вот я когда узнал, что, ну, она Юлия хочет. А квартиру купили на имя истца. И вы просите разделить ее и выделить вам супружескую долю. Одну, вторую. Правильно? Да, да. Потому что по семейному кодексу это полагается. Полагается. Я хочу, чтобы все было по закону. А теперь, истец, пожалуйста, ваше отношение к встречному иску. Да. Ваша честь, он несет бред. Эта квартира досталась нам как? Мать моя продала бабушкин дом. За какую стоимость продан дом? 150 тысяч. 150 тысяч. За какую сумму приобретена квартира? За 900. За 900? Да. Чем вы можете подтвердить, что... Вот договоры на квартиру, на дом, то, что продали его. Вот, можете ознакомиться. Да, передайте, пожалуйста, через судебного пристава документы. Ну, хорошо, по документам получается, что дом продан за 150, квартира куплена за 900. За 900. Ну, и вот 300 тысяч. Были переведены на счет вашей матери. И со счета вашей матери также пошли в оплату квартиры. Разве не так? Нет, не так. А как? Потому что, смотрите, ситуация такая, да. В документе, в договоре купли-продажи установлена сумма 150 тысяч. Почему она такая маленькая? Да потому что так удобнее было все оформлять. Кому удобнее? Моей матери так было удобнее. Ну, как вы сами понимаете, ну, налоги. О, алькапоны от налогов уходят, елки-палки. Ну, вот видите, яблончик от яблонки. Я же говорю, урка для урки. Вот, а что она выделывается? Живем вместе. Это вы о себе сейчас? Ну, ваша честь. Ну, ту холопу, которую они домом называют, наследством, ну, я говорю, там... Холопа не холопа, а была крыша над головой. Там сильнее держать только можно было. И какие там... Я удивлен, что это 150 тысяч они еще продали. Ну, хорошо. По документам дом продан за 150. Вы, естественно, утверждаете, что на самом деле дом был продан за 900. 900, да. И квартира была приобретена за 900 тысяч. Но подтвердить вы это ничем не можете документально. Так? Хорошо. Позовите, пожалуйста, свидетеля. Свидетеля с тобой. Мамочка. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я Маврина Раиса Михайловна. Мама Юли. Я хочу, чтобы она с ним развелась. Непонятно, с каким-то Егором. Связалась с ним. И претендует теперь еще на квартиру. Квартира полностью достается моей дочери. Это квартира ее. Вы продали дом. За какую стоимость вы продали? Я продала его за 900 тысяч. По договору я вижу, что дом продан за 150. Ну, так со 150 с родственниками договорилась, что мы как бы напишем за 150, а остальные деньги мне перечислят. Но, тем не менее, доказательств письменных о том, что дом продан за такой... Какая расписка? Ну, ручная, конечно. Ну, и где эта ручная расписка? Расписка потерялась. Я не думала, что она понадобится. Что он будет еще претендовать на нашу квартиру. На какую вашу? Это квартира дочери моей. На какую вашу? Мамаша, у меня вон все бумажечками подтверждено. А твое что бла-бла-бла и все, да? Так, свидетель, поясните, пожалуйста, по поводу 300 тысяч, которые были перечислены ответчиком на ваш счет. Куда пошли эти деньги? Его дружкам. Дружки приехали. Он говорит, съездите там к мамашке ее, получите денежки, она вам передаст. И он много раз так делал. Павел постоянно так. Через меня денежки дружкам передавал. Что вы говорите? Тещенька дорогая. Свидетель, вот вы полагаете, что вашим словам суд должен доверять. Так? Вы даете показания суду, и вы должны давать правдивые показания, потому что вы свидетели, вы предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Ответчик представил в суд документы, разъясняя вам, что он, находясь в местах лишения свободы, дал доверенность своему другу, чтобы тот с его счета перевел денежные средства на ваш счет. И вы полагаете, что суд должен поверить вашим словам, что вы эти деньги сняли и дружкам отдали? Да, полагаю. А почему вы верите им? Где расписки? Не брала я расписки. Расписки от дружков нет? Нет. Расписки от родственников, что дом куплен ими за большую сумму, нет? Ничего нет. Есть только ваши слова и бегающие глаза. Почему бегающие? Бегающие, бегающие. Так, вопрос к ответчику. Скажите, пожалуйста, как же вы собираетесь сохранять семью и возвращать любовь из сца, если она вообще была? Ваша честь, она и не проходит. Любовь это вечная. Это такая вещь какого-то. Я вам говорю, что... Истец. Это бред. Это ее мамаша научила, понимаете? Она у меня девочка ранимая. Что это мамаша-то научила? Вот. Да, она вообще-то безобидная. Понимаете? Это вот просто случайно у нее все так... Да ей надо... Судьба случилась, потому что мамаша у нее жизни ее не научила. Да вот сама-то без мужика живет. Без мужика сама уже. Сколько тебе лет, а? Сколько лет? А чем ты занималась? Я была, да. То один, то второй, то пятый, то десятый. Это 90-е годы. И ни разу замуж не вышла. И до очереди. Отвечайте, если вы собираетесь сохранять семью, зачем вы с тещей портите отношения? Дело в том, что это она со мной портит отношения. Ваша честь. Ну вот подумайте, вот кого можно лучше меня пожелать вот на ее месте-то? Елки-палки. Богатый. Ну, не богатый, но обеспеченный, по крайней мере, да? Вот. Квартиру купил. Дочь люблю. Вот. Все. Руки у меня золотые, понимаете? Через год опять туда побежишь. Да, да. Туда, туда. Убедил вас ответчик? Нет. Мамаша, понимаете? Я стою на своей точке зрения. Я не буду давать попятную. Я хочу развестись. Ваша честь. Разведите нас, пожалуйста. Ваша честь. Ее надо оградить от влияния этой матери. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Депутаты предложили считать сожительство законным браком. Правда? Отправлять в армию всех женщин, не родивших детей до 23 лет. Лухохочешься. Вести наказание. 10 лет лишения свободы для разведенных женщин, уехавших на курорт. Ой, да, вот, да. Вот я про законы, которые Дума принимает. Так люблю разговаривать. Работники МФЦ города Москвы узаконили однополый брак. Я живу с мужчиной. И я не бегаю по бабам, как некоторые. У меня есть один постоянный человек. Чтобы знать все изменения в законе, смотрите дела семейные на телеканале «Мир» по будням с 14 до 16. Слушается дело. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о расторжении брака удовлетворить. Суд не находит оснований для того, чтобы дать срок на примирение. И не находит оснований для того, чтобы семья была сохранена. Я полагаю, что семьи у вас, в общем-то, и не было. И вряд ли будет. Что касается встречного иска о разделе совместно нажитого имущества, то суд данный иск удовлетворяет. Для суда совершенно очевидно, что квартира приобретена, во-первых, в зарегистрированном браке, во-вторых, на общие супружеские средства, так как сторонами не доказано обратное. Суд не принимает доводы истца по поводу того, что спорная квартира была приобретена на ее личные денежные средства, вырученные от продажи дома, который достался ей в наследство от бабушки. Те денежные средства, которые были переданы ответчикам матери истца, суд просто принимает как доказательство того, что ответчик вкладывал в семью денежные средства. Но данная квартира в соответствии с законом делится, исходя из равенства долей, по одной второй. Дело закрыто. Все? За что боролась, то и получила. Хоть ты-то от нас отстанешь. Решение суда. Иск удовлетворить. Встречный иск удовлетворить. Ну что я могу сказать? Хотела срубить денег по-легкому, но этот брак мне ничего не принес хорошего. Принес только очередную головную боль. Ну что, моя жена что хотела, то и получила, собственно. Жизнь я ей устрою сладкую. Век помню будет. От Егора Габбасова просто так никто не уходил. Каждый день с 14 до 16 на телеканале «Мир». Ты в суд пришла, Элев Каббас? Люда, ты в суд пришла, Элев Каббас? И его вылечить и в паспорт. А ты сама работаешь, сожитель твой работает. А мы на что? Набатывай с нам посидеть. У церкви стоять, побираться. Побирайтесь. Да ты услышь ты меня, Господи. Хоть бейся на суде. Я твоя родная мать, ты променял меня на эту, извините. Все это – дела семейные. Родная кровь. Вы думаете, что мне это легко? Субтитры сделал DimaTorzok